Войсковой части 4515, входящей в состав гвардейского артиллерийского полка, с раннего утра встречали почетных гостей. Ветеранов локальных конфликтов, офицеров запаса, командиров воинских соединений и других частей. Всех тех, кто посвятил свою жизнь воздушно-десантным войскам. Поздравляю вас с этим замечательным профессиональным праздником. Желаю вам доброго здоровья, успехов, боевой подготовки и, самое главное, мирного неба над головой. Чтобы ваше мастерство пригодилось только в мирное время. Настоятель храма Серафима Саровского, отец Александр, особо подчеркнул важность служения отчизне. Именно сегодня, 2 августа, православные празднуют День пророка Ильи, покровителя всех воинов. Здесь же, на плацу, военнослужащие получили благословление от настоятеля храма. А в память о погибших десантниках воинский караул отправился на возложение венков в сквер воинской славы. В рамках праздника личный состав воинской части получил от командования поощрительные награды. Почетными грамотами были отмечены офицеры и солдаты. Кроме этого, рядовой запаса Игорь Боровиков получил особую награду от Союза десантников – Орден Маргелова. Этой наградой отмечаются воины, внесшие особый вклад в развитие и укрепление боеспособности ВДВ. ВДВ – они всегда были элитные войска, такие считались трудным. Сейчас тоже нелегко. Хоть и вооружение хорошее, что это поднимается. Ча-ча-ча-ча-ча. Ну, без пота никак. Ну, жить надо, елки-палки, защищать Россию. Не стесняться. Вообще, ну, армия сейчас престижная. Перед армией подготовку спортивную обязательно, чтобы уже не каким-то там хрупиком прийти. Ну, а там уже, как говорится, фронт покажет. После митинга все желающие смогли отведать солдатской каши, которая была сварена по всем армейским традициям на полевой кухне. Здесь же, в расположении части, прошел праздничный концерт, организованный силами личного состава и творческими коллективами города.